Доброе-предоброе время суток всем! Как вы уже понимаете, мы находимся в городе Таллинн У нас сегодня 27 мая 2022 года День недели пятницы, с которым вас всех поздравляю Опять наступают два бесконечных выходных дня За бортом у нас настоящее солнцкое лето, 12 градусов тепла 19 часов 55 минут И деревья распустились, город стал опять зеленым Температура или погода была на этой неделе просто превосходная Да, был у нас дождик, но такого холода уже не было Или нету В какой-то день, это была, по-моему, среда Даже доходила температура до 20 с лишним градусов И уже было жарко, по крайней мере для меня и тех людей, с которыми я общался Можно сказать, что все, весна закончилась, ее как бы и не было Но зато наступило лето Что нас ждет, я не знаю Видел немножечко я прогноз погоды Обещают на субботу, воскресенье нам дожди Но вам скажу такую интересную вещь, что синоптики, бывает, так часто ошибаются Что ты хочешь поехать Пропустили меня Что ты хочешь поехать кататься на самокатах Планируешь этот день Смотришь прогноз погоды И видишь, что там будет дождь Расстраиваешься, никуда не едешь Соответственно Наступает этот дождливый день Да, дождь бывает, но совсем не в том районе, где вы живете Или куда вы хотели кататься Ехать на самокатах Такое тоже бывает Достаточно часто Как, в принципе, было, по-моему, вчера Обещали дождь, дождя не было Ну, я в любом случае не рассчитал кататься на самокатах Почему? Потому что эта неделя была сложная Я сейчас идем по влогу моему Рассказывать мне больше нечего По новостям Я реально даже не знаю, что происходит Я, наверное, тот, наверное, один из многих счастливых людей Который не читает новости Даже не захожу на фейсбук Не знаю, что у нас творится Вижу творится глазами Смотри, как красиво Единственное, что, конечно, немножко так пасмурно Ну, это здорово Так вот На работе я немножечко так попал Морально и физически Что пришлось два дня сидеть мне Среду и четверг за компьютером Представляете, 1500 людей проверяют Их в Excel-табеле и в программе, куда я водил Потому что Ну, система недопоняла, что я хочу В любом случае Это, как бы, я не виноват, это бы случилось Но случилось со мной И мне пришлось перепроверять Честно говоря, вчера думал, что уже свихнусь Но перед этим Перед этим у меня неделя тоже сложилась И дома не очень Теперь подробнее Кстати, едем немножко другим маршрутам Давно этим не ездили Я рассказывал, по-моему, уже об этом Работая в сфере той, которая занимается Проходными системами В том числе Когда двери открываются по карточкам Через кнопочки всякие Мне очень захотелось Я загорелся Заиметь такую умную дверь у себя В квартире Вот захотелось И в прошлом году Как бы январь-февраль Я уже начал подготавливать Сменил систему Потом Развел кабеля Это был уже второй этап Если январь-февраль Я сменил систему То где-то июнь-июль Я сделал проводочку От системы до двери Спрятал так ее за потолком И уже начал подготавливаться К тому, что купить замок И начинать делать Но как-то все застопорилось Как-то Ну Муза не пришла Что-ли И я оставил это дело Подумал Есть дела И куда по деньги потратить По важнее Не стал я покупать этот замок Но наступил 2022 год И каждый раз открывает шкафчик С моими, допустим Ценностями Моего хобби Кстати, на другом канале Я говорю про это Вижу штучки Которые мне надо установить И так меня начал этот давить Что надо установить Сделать до конца эту охрану Поставить замок Поставить все, что мне надо И чтобы это все У меня и заработало На 202-й раз Открытие этого шкафчика Сказал Все, хватит Начинаю делать И где-то примерно Наверное Недели три назад Может быть четыре Может быть месяц Я решил Довести до ума Думал, что здесь Прострелить Просверлить Провести кабель В двери Замок купить Поставить Точно такой же Поменять И будет все Чики-пуки Сейчас Вроде бы и проект У меня есть И как соединение И проект того Что надо делать Нет Что касается Действия Все у меня Расписаны Все умные Все правильно Сделано Но кое-какие нюансы Я не Учел Скажем Что Когда пришлось Штробить Надо Значит Это все И замазывать Соответственно У меня Пошло в такие Этапы Сейчас Что я развел Сначала кабель Установил замок У меня все Заработало Я замазал Штробу гипсом Потом вижу Что это Допустим Некрасиво А ремонт Уже сделан А еще Я вышел В общий коридор Там Нужными Мне делами И Да Думаю Надо Что-то Мутить Дальше Сейчас Задумался Над тем Что Заодно Я еще Оптику Себе Проводил В квартиру Ну вот И вижу Что я сделал Так ужасно Думаю Надо Красить Соответственно Представил Что если буду красить Все будет разное Предложил Уже Там Всем Соседям Давайте Скинемся На краску Хоть обновим в корешке крася перекрашивая шпаклюя покрывая грунтовка и я проклял проходную систему я проклял те кто придумали краску те кто придут шпаклевку но придумал тем что оказывается на массу краску нельзя накладывать сразу краску надо джоку давать короче я уже задумал зачем я начал все работал уже красиво с пульта на охрану с пульта с охраны снимал с этого с белка что мне не хватало в этой жизни вы знаете все плохое все заканчивается и вчера я сделал последний штрих я добил свет в коридоре свой личный который я могу включать у меня загорается лампочка когда выключена что в темноте вижу выключатель все работает все закрыто все не видно ничего кстати о системе охраны это я поговорю подробнее надо видео снять почему потому что не каждый человек который будет это делать знает кое-какие нюансы как себя хотя бы обезопасить по минимуму или помогли по максимуму по максимуму себя обезопасить от всяких несанкционных действий нехороших людей так ну что и к итогам вернемся того что материальный аспект вот если бы кто-то это делал бы свои квартиры как его называется заказывать работу с какой-то фирмы это обошлось это две с половиной три тысячи евро я примерно посчитал по ценам что это что это было бы вместе с малярными работами ну конечно они были бы профессиональнее будет более но допустим я бы такие деньги естественно не платил бы цвет 3000 за 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 то чтобы вы могли прийти домой у вас удобно вы снимая символизацию таблеточкой да у вас открывается дверь ну так как мне это обошлось чуть больше десяти процентов общей стоимости да я мог себе это позволить это не сразу как-то так естественно на эмоции ким выпасе спортзала тем более пятница и мне очень хорошо кстати говоря из уже пропищал или как его прошуршал все лучше своим знакомым на работе друзьям соседу про то что я делаю все конечно бы достал там не нас уже со своей дверью это не интересно интересно тебе ну вот и сосед мне такую теорию высказал что говорит мужчина на генном уровне чувствует себя после 40 лет ненужным на этом сна этой земле потому что раньше люди в 40 лет уже были ненужные старики которые готовились к смерти но благодаря нашей медицине наши такой сытные и спокойной жизни по крайней мере в частности в эстонии продолжительность жизни людей увеличилась да он смотрите нас бензин уже по 2 евро и 2 цента зараза и смогут с вери вери ребят так вот увеличилась продолжительность жизни но на генном уровне до генетическом или генном как правильно мужчина чувствует себя ненужным и чтобы доказать себе что в этой жизни что-то он еще стоит что-то еще может он начинает придумывать всякие вот такие фишечки кто-то находит себе в чем-то увлечение в том что узнаем может марки собирает может еще что-то а твоя говорит он не говорил а твоя говорит тема надо тебе по так чтобы квартира стала умный чтобы там камере какие-то понастроить по всему дому чтобы сделать гараж умный чтобы это все вывести что-то все бы мониторить так далее и этим ты говорит получаешь удовлетворение говорит от жизни и жить тебе остановили тебе кажется что ты еще нужен нужен в этой жизни хотя мне это не кажется я нужен этой жизни без этого это моя теория вот как-то так не знаю Прав он, не прав Ну что-то может быть в этом есть Полностью с этой теорией не согласен Вот так скажу правильно Ну что, за моей болтовнью мы выехали С района Центра города В район Мустан Посмотрите по правую сторону Парк зеленый Буквально на прошлый день мы еще ездили По-моему такой зелени не было Это значит за неделю все расцвело Уже намного веселее Кстати говоря Естественно длинные дни Дают тоже людям Какой-то позитив Честно говоря, мне даже с работы Не хотелось уходить сегодня Но пришлось Мне надо же видео снимать Еще домой приехать Надо будет выложить Еще надо что-то придумать Опять название Вот классно было Если бы название кто-нибудь за меня придумывал Начинается Как назвать, что назвать Я уже перестал ставить слово Реде В названии видео Потому что уже ничего не могу придумать Все фантазия Хотела сказать Хэппи-энд Конечно не хэппи Просто Хотел здесь направо повернуть Показать другую дорогу Но не будем Забыл Забылся я Видите у нас люди как ходят Кто-то в рубахе с пиджаком Кто-то в кожаной куртке Я между прочим Футболки могу сейчас пройтись И мне будет классно 12 градусов Это просто супер Ну что еще можно пожелать Главное, чтобы не было дождя Но уже будет видно прямо по Этим Тучкам Да Да Жаль Ну не совсем Автобусы Показывает, что хочет маневрировать Так и езжай Так, она шла Правильно Слишком опасно Стоит близко к пешеходному бордюру Так, никто не поворачивает Ворщливый я стал Я вот все-таки думаю Как мне вывести Чтобы свет в коридоре загорался Как-то автоматически И включался датчик поставить Понимаете, датчик это прикольно Когда ты заходишь в коридор И датчик тебя видит И включает свет А допустим ты выходя из квартиры Ты должен дойти до выходной двери И тогда он сработает А мне надо как-то так Чтобы заумнела эта подсветка Вот как мозги и прошить Чтобы он понимал Я выхожу Чтоб лишние действия не делать Нет, серьезно А, хочу сказать Смотрите, трава у нас какая зеленая В Эстонии Такая трава есть еще только в Латвии и Литве Даже если вы что-то видели Вы нибудь не видели, правильно? Вы никому не расскажете Но вы же не видели ничего Ну смотрите, район уже потихонечку А я вам сейчас покажу Даже его Вот те питонные дома видны Вот тут уже построены А помните, когда-то здесь я рассказывал Стоял этот как его Железный ангар какой-то И совсем это было Некрасиво Я как-то в 2012-м и 2013-м году Вот с этой стороны Фотографировал Улицу в ту сторону На КДКТ Еще в одноклассниках был И уже тогда удивлялся Почему так тихо и спокойно в городе И делаешь фотографию И никого Вот честно Вот просто даже не ждал И потом стал обращать внимание Что есть не утром, не вечером А простой вот день Когда машины, да, ездят А людей нет Ну, как-то одиночные Вот бабушка сидит на скамеечке Ждет троллейбуса Женщина, не знаю, бабушка или нет Как-то так О, парк Лёвенрум На правой стороне Видите, видите, какой-то зеленый Как-то вообще ничего не видно Все Все Все, это все Мы приехали Беда, вообще Ева направо Нет людей Нет людей Нет людей Как здорово А посему Всем мира, добра Уважения друг к другу Осторожно на дорогах И всем А вот такого вот Спокойного и мирного города Как наш Танин Естественно Солнечных выходных Продолжение следует... Продолжение следует...